Ну, я уже говорил, что я немножко занимался туризмом. Вот я тут пошукал и все-таки нашел. Само изделие уже полностью не сохранилось. А вот пряжечки от него самодеятельные... Ты ничего себе! Что такое система, представляешь себе? А что это? От чего это? Сейчас объясню. Ну понятно, что это пряжки. А пряжки от чего? Есть такая вещь, называется система, которая помогает веревке карпинисту прицепить. Веревку? Ну, да. А, для обвязки. Обвязка, да. Значит, у нас вот их системами называют. Значит, в мое время, когда их начали делать, они были достаточно убогой конструкцией. То есть, была какая-то конструкция здесь, потом, значит, на ремнях. Потом верхняя беседка раздельная. И тогда впервые кто-то привез сюда импортную. Того дизайна, который сейчас просто считается стандартом. И она была хороша тем, что... Я уже тогда достаточно рослым парнем был, хотя не таким толстым, как сейчас. И она была хороша тем, что ее можно было растянуть ремни боковые и залить в нее в теплой одежде. Летом зажать на другой размер. И вот это, собственно, поясной ремень. А вот это, это вот эти вот ремни на ногах и на груди. А это грудные. Значит, и дело было так. Значит, я сделал вот этого хозяйства два комплекта. Значит, подарил товарищу. Ну, в смысле, опять же, он мне что-то там... То ли мы менялись с ним на эти... На... Господи... На карабины, по-моему, тогда были карабины ирбиса титановые. Да, да, да. Такого хорошего качества. Сейчас жалко их, по-моему, не делают совсем. Вот. А, значит, вот один комплект я отдал товарищу, а второй комплект был у меня, но, значит, что-то... Что ж там случилось? Значит, короче, значит, ремни, вот с которыми я на этой штуке ходил, они поистаскались. Вот. И после этого у меня появилась возможность шлифануть это дело, потому что я слишком толстые стенки. Ну, то есть это была какая-то, опять же, деталь порезанная. То есть это было какое-то кольцо вот такое. Вот. И оно было просто порезано на секции, и из этого собрана вот такая вот конструкция. То есть сварена, опять же, моей мамей. То есть это, соответственно, где-то 88-89 год, когда я на заводе работал. Угу. Вот. Но вот эти стенки я сделал зачем-то очень толстые. Вот. И после того, как вот я в той системе походил, полазил в разных местах, значит, у меня появилась возможность ее, как бы, сточить вот эти стенки, но второй раз я их уже в систему не вшил просто. Угу. Вот. И запискоструить это дело, чтобы они шершавенькие были, потому что лямки немножко саморастягивались со временем. Угу. Поэтому они вот запискоструены. Угу. Ну, говорю, второй раз систему я просто не перешил. А это титан, да? А это, опять же, титан. Ну, вообще легкая такая. Вот. То есть, а варила мама твоя, да? Варила мама. Угу. 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 делал очень много разнообразных операций. Например, у меня старший товарищ, у которого было лет под 70, у которого 40 лет стажу на этом станке, в принципе даже не знал, как пользоваться шкалой на станке. Он не знал, как установить резьбу. То есть он впервые ставил резьбу, а потом мерил ее. Та не та получилась. А я просто ходил в отдел технического обучения, а то это называлось, читал книжки, и потом возле моего станка стоял народ и смотрел, как это у Турбовского получается. Понятно, что когда дело касалось деталей с первого производства, это собственно на войну, на двигатели, на те же самые, то у меня всегда было все плохо, потому что там один размер от другого отталкивается и так далее. Там нужна выдержка и аккуратность. У меня чуть не получалось с этими деталями. Меня на какое-то время прицепили к цеху, который занимался ремонтными деталями. Там точности небольшие, но детали сложные по тому, что надо с ними сделать. То есть я точил конусные резьбы. Вот причем как точил. То есть там есть болванка. Значит, нужна она для того, чтобы в фетровый круг винтится и дальше какой-то абразивной машинкой этим фетровым кругом крутить. Нужна конусная резьба. Вот. У меня старший товарищ на станке Дип-200. Дип-200 это догнать и перегнать. 37-го года издание. Значит, точат эти штуки. Я не могу, я рисы ломаю. Почему? Потому что диаметр увеличивается, станок идет, он же идет равномерно. Чуть не достал резец, он сломался. Понятно, что у меня рука набита гораздо хуже. Я эти рисы ломаю по 50 штук на одной детали. Ну, у меня, естественно, в том цехе, где выдают инструмент, ну, в общем, мягко говоря, разные неприятные слова говорят. Вот. Значит, поэтому вечером той же самой смены, не доработав до конца, я пилю в этот самый ОТО, в библиотеку и читаю книжечку. Вот. Читаю книжечку, учитываю, как это делают нормальные люди. Вот. На следующий день перехожу на станок, включаю, переворачиваю резец кверх ногами и точу на обратном ходу. Чем отличается вход в сторону шпинделя от входа в обратную сторону, объяснять не надо. Ну, это не надо объяснять, потому что никто это все равно не поймет. В общем, ну, там прикол... Остановись в этом направлении, потому что это специфика... Ладно. Вот. Там прикол, получается, ну, уже не для этой машинки. Прикол, получается, в том, что если в ту сторону ты точишь, у тебя диаметр увеличивается. Когда ты точишь в обратную сторону, если ты не дослал его туда, он по воздуху пошел. Все. Ну, да, да. И ты не ломаешь ничего. Да, ну, в общем, понятно. Ну, то есть, грамотно и безграмотно. Ну, да. Ну, а это, в общем, опять же, вот то, что... А как это назвать? Это пряжка? Это пряжка для обвязки. Для обвязки, для системы, да. Для системы, да. Вот это вот рассчитано по ширине под ремень безопасности. А, автомобильный. Да, то есть, на его основе было сделано все это хозяйство. Была какая-то старая машина, с которой были эти ремни сняты. А эта под стропу, от буксирного троса, был какой-то подходящий диаметр троса. Парашют там какой-то, да, наверное, от парашютов обычно. Буксирный трос был хорошим, подходящим диаметром. Да. Основательнее, чем парашют. Ага. Ну, он как раз сюда идеально входил. Та-на-юсь. Та-на. Малыш-то. Продолжение следует...